На портал XGED поступил вопрос, как распознать идолов в своей жизни? На самом деле, в нашей жизни мы вроде не язычники, у нас нету, по крайней мере, каким-то статуям, богам деревянным, железным или ещё каким-то, но у нас идолов бывает очень много, да, родиверующих. Идол жизни, а что ты предпочитаешь в молитве? Вот молитва и что-то ещё. Я не имею в виду, когда еда, там ещё что-то, а вот что, особенно во время молитвы тебя, может быть, туда тянет, это может быть что угодно. Это может огород, дача, машина, ещё что-то. То есть, какое-то действие жизни, кстати, а всякие актёры, актрисы, это вообще сейчас футбольные команды. И что этот Идол даёт? Как его распространять? Попробуем их узнать их. Идол, он приводящий к ним к Богу, а водит от Бога. Водит человек от Бога. Если человек чем-то в самом таком натуральном образе фанатеет, это выводит от Бога, это убивает в нём любовь. Это вызывает ожесточение. Вот что сделать? Помочь там своей бабушке или пойти там пошляться по магазинам? Даже не то, что что-то очень нужное, тоже с собой бабушке, а просто вот такой, знаете, как это, шоп, шоппинг, шоппинг. Ну, конечно, ты бабушка, что сидеть-то? Лучше вот походить, а тут что-нибудь купишь там. Вот, знаете, ну, то есть, иногда говоря, это страсть. Некая страсть, может быть, профиленцированная даже в каких-то людях, там, политиках или там, звёздах, там, киноиндустрии, ещё чего-то. Вот, и ты начинаешь этим иногда семейным домом с этой профессиональной энергией подражать, хотя они совершенно непонятно, стоит ли в этом в чём-то подражать. Вот, этим рок-звёздам всяким и так далее. Вот, то есть, это, когда ты служишь идолу, это, на самом деле, то, что убивает любовь, то, что провоцирует страсти в человеке, греховные страсти в человеке, то, что даже убивает его рацию, когда он какие-то вещи делал, которые даже, может быть, не очень, ну, такие вредные. Вот, конечно, развитая личность, она идолов не должна иметь. Ну, а самый страшный идол, это, конечно, надо уже идолу, конечно, не назвать, это я сам, моё эго. Вот это самый страшный идол, которому, к сожалению, мы все служим в той или иной степени, с которым надо преимущественно бороться. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.